4 июня вышло обновление в CSGO, где Valve решили ограничить связь людей, которые купили игру и тех, кто этого не сделал. Как же? Всё очень просто. Нонпраймеры теперь не могут играть в игры на повышение рангов, получать дропы, видеть статистику матчей или смотреть свои же демки. Стоимость обслуживания нонпраймер игроков для Valve приближается к минимуму. По сути, они вынуждают игроков покупать игру за 15 долларов. Для читеров играть софтом против честных игроков стало бы более затратным, а для них прибыльным. Как же без этого? Сделали ли они что-то гениальное, либо это большая ошибка? Давайте разбираться. Сначала я думал, что в новой системе будут играть только нонпраймеры, но оказывается нет. С тобой в катке может попасться абсолютно любой игрок, хоть с праймом, хоть без. Это означает, что человек, который впервые запустил CSGO, может начать свою первую игру против 5 глобалов, а что ещё хуже, 5 читеров. Давайте представим, что я новый игрок и решил попробовать себя в CSGO, но без покупки этой игры, чтобы затестить, понравится ли она мне. По сути, безритинговая игра создана для бомжей с читами, у которых нет денег на постоянную покупку игры после банов. Сейчас на прайме будут встречаться только те читеры, которые побогаче, либо умело используют свои читы легитом. Но как минимум, такое ограничение поможет в прайме не встречать какой-то минимальный процент читеров. Это правда. Создаём аккаунт, играем 10 каток и смотрим результат. Ребята, я пытаюсь сажентировать новый аккаунт уже примерно минут 5. Смотрите, показывает. Покажите велосипеды. Раз, два, три, четыре. Всё, больше велосипедов нет, правда? Правда. Подтвердить. Гидранты. Всё, я отметил. Вот ещё один появился. Ещё один. Ещё один. Всё, больше нет гидрантов, согласитесь. Светофоры. Вот. Пешеходный переход. Вот. Дымовые трубы. Вот. Прошло много времени. Ошибка. Автобус. Раз. Я не хочу. Мне мотоциклы. Светофоры. Светофоры. Прошло очень много времени. Здесь нормально. Короче, пользуйтесь, пожалуйста, браузером, когда будете создавать аккаунт. Проложение просто в говне. Бай прайм. Кошмар. Бай прайм. О, как они постарались. 15 долларов. О, они постарались. Бай прайм. Господи, меня смущает эта надпись. В смысле? В соревновательный нельзя мне играть. Надо сыграть в другие режимы, как обычный или десматч, чтобы попасть в соревновательный. Ну, давайте попробуем. О, боже мой. Кому я проигрываю? Нормально такое. Начало раунда. Чувак, что это за дерьмо? А, я понял. Это просто пока что разминка на обычном, чтобы попасть в матчмэкинг. И такие уже челы встречаются. Так, сколько мне дадут очков? И что вообще произойдет? Ничего не происходит. А, уже 15% есть. Так, ну что ж, у нас 820 очков. Я надеюсь, что за такое количество очков и за сколько? За 73 килограмма на 19 должны дать, ну, как минимум, 50% прохождения в матчмэкинг. Надеюсь. 55. Ну, кстати, 40% добавилось. Пожалуйста. Мы же с вами друзья. 94% господи, еще 6% как? Ага. А почему в обычном только читеры? В досматче не было. Нормально. У него хороший чит, кстати. Очень резко убивает. Что? 1%? Это какой-то... Это бред какой-то. Господи. Байзи прайм статус, апгрейд тигр, дэксавер, дэмидро. Какие крошвары, какой крошвар. Ой, как же они байтят. Ладно. Новая. Играть, соревновательная. Наконец-то. Господи. Все, давайте смотреть, сколько каток будет с читерами. Господи. Наконец-то. Это очень было скучно. Поднимайте. Прям очень. Небольшая рекламная интеграция. Прямо сейчас мы на сайте КСФЛ. И у меня, внимание, 8 долларов. Я решил проверить, что будет, если я с такой суммой буду подниматься. А то, как обычно, по 100 долларов, по 200 и так далее. Я поставил сейчас 2 доллара на Х2 и провалился. И давайте поставлю на Х2. Я сейчас 4 доллара. И да, нам падает Х2. И у нас теперь уже 10 долларов. Заходим в краш, ставим 2 доллара на коэффициент. 1.25. Все, мы забираем. Заходим в джекпот и ставим эти 2 доллара сюда. И я провалил. Я его реально провалил. Серьезно. Давайте последнюю ставку. Я сейчас ставлю весь свой лут, который я накопил. Это 8 долларов на 1.30. Да. Прямо сейчас я эту М-ку X-Ray буду трейдить над скин, которым есть в наличии. К примеру, этот Бизон. Нажимаем забрать. И через минуты 3 этот трейд у вас в интере. А. В голову дали уже. А, черт. Начало такое жесткое. Ха-ха. Короче. Что такое андракт? Это когда у тебя в команде играет человек, который не сделал ни единого килла. И, чтобы понимали вы, здесь играют и Супримы, и Глобалы, и Сильверы. Все в одном пати. По сути, молодой игрок, который хочет играть в CSGO, он будет играть против сильных игроков. И это, понятное дело, неправильно. То есть в Альфе полностью наполевали на обычных игроков. Я думал, что это по-другому устроено на самом деле. Это, конечно, дико. Прямо очень дико. У нас все выиграют раунд? Да. 1 в 3. Он лагает. 3 в 7 на 3. Это только из-за того, что челики просто не понимают, что тут делать. Они впервые играют в эту игру. Впервые. Это их первая катка. КД 12.33. У меня такого еще не было в жизни, мне кажется. Просто кошмар. Симпл, это следующее. Найс, не почувствую вас. Окей, бро. Ох, как это было красиво. Бонни-хоп. Это действительно очень крутая штука, которая есть в CS GO. Ох. Работаем, работаем. Анранг, спасибо, Вальф. Смотрите, они защищают. Они реально прикрывают. Hello. У нас все с подругом. Кроме оранжевого, кроме меня. Ты что, зеленый? Ты зеленый, что ли, что ли? Я не ошибся, у нас абсолютно все с подругой. Павел. Что, блядь? Ну вот этот ракурс, а в том, что подал. Да-да-да, он софт. Все, подругая, зеленый. Твое время пришло. Твое время пришло. Так, ну смотрите. В этой катке у нас читер в команде. Поэтому я сразу же его блокирую. Ищем новых. Это тоже было подозрительно. Хотя он просто зажимает. Короче, все, он тоже читер. Не, у тебя есть что-то или нет, я не могу понять. Ну, естественно, нет. Покажи хоть намек на то, что тебе что-то еще включенное. То есть это чит, да? Так, ребят, у нас уже третий читер в этой катке. А у Пью есть что-то подключенное сейчас? У меня есть. Нет, у меня байтишь. Нет, читайте. Я даже скажу, вот тут бежит Денжи. Он здесь близко? Ладно, у тебя есть подруг, хорошо, удача. Раз, два, три, пять читеров от нукатки. Половина. Удачи, ребята. Вот так вот. Идем next. У нас чистые ребята. Я без. Остальные с подругами или без, алло? Не, не, не. На первом. Может, он у нас, не знаю, странно играет. А я просто видел через молоку. Чувак, тебя даже никто не подозревает. Такое обладающее подозревательное надо уметь. Ребят, я очень рад, что это дерьмо закончилось. Я потратил на это дерьмо восемь часов в своей жизни. Господи, за что мне это? Ладно, давайте подводите результаты. Все эти игры, которые мы сыграли, они не попадают в вашу историю. То есть, это, по сути, ничего. Ты должен именно играть в матчмейкинг с праймом, чтобы это все бы засчитывалось и чтобы темки бы скачивались. Иначе, это обычные бесполезные игры. 24 читера из 100 игроков. С учетом того, что против меня не попадали читеры только на редких картах. К примеру, Overpass или Ancient. На Мираже или Дасте шанс встретить подруг на 50% больше. Так что даже эти 24% могли стать и 50. Если все игры были бы сыграны на популярных картах. Какой мы можем сделать вывод? Таким решением Valve не отказались от халявного роста количества игроков. Но жертвуя их качеством и удержанием. Судя по цифрам прямо сейчас, мы наблюдаем пока стабильное положение по онлайну. Что будет дальше? Глянем к Новому году отдельным роликом. Я не знаю, место лучше, чем безрейтинговая игра прямо сейчас. Но, одно уточнение. Для ХВХ игроков. Нет демок. Патруль и античит не работают вовсе. Что еще может быть лучше? Это официальный ХВХ режим от Valve. Новые игроки. Экономия денег не стоит вашей психике. Покупайте, не жалейте. Хоть так у вас будет больше шансов сыграть честную игру в нашу любимой Counter-Strike Global Offensive. Субтитры создавал DimaTorzok